Здравствуйте, туристы и милитаристы. Миру мир нет войне. С недавних пор я, конечно же, по понятным причинам ненавижу просто фразу «всё не так однозначно», но насколько же неоднозначно всё с этим ножом. Почему? Потому что он мне очень нравится внешне. Это одни из моих любимых таких, я не знаю, таких тупоносеньких штыкообразных форм клинка. Значит, и в принципе здесь как-то так всё сделано по уму, и на свои 130 евро на Ламни этот нож вполне себе тянет. И это явно какой-то прогресс Ontario Knife. Почему? Потому что Ontario Knife мы в первую очередь воспринимаем, конечно же, через призму крысы. Плюс совсем недавно я вам показал, кто не видел, посмотрите, шикарнейший просто набор кухонных ножей, именно походной кухни, складная кухня от Ontario Knife стоимостью по 15 евро за нож. Просто офигительная тема, здоровенные клинки, кухонный строй клинка, именно, то есть всё классно. Плюс те, кто не в курсе, я вас просвечу, что Ontario Knife это не только крыса, это не только какое-то миролюбие. Ontario Knife это куча всяких ужасноховых боуи, всякие разные там морпеховские, там 5-е прочее, 10-е. То есть там они ушли в полный отрыв, они действительно делают такие ножи, гипертрофированные рембоиды, я бы так сказал. И вот, и вот CF100, как бы всё по красоте, но начинается сразу с клипсы. Почему? Потому что при первом взгляде на клипсу понятно, где сделан нож. И при первом взгляде на клипсу у меня сразу же реакция, ба-ля-ля, но почему нужно было делать? Я понимаю, что клипсу можно в домашних условиях по-быстренькому затравить или отстован вошить, буквально в пустой бутылке полуторалитровой с керамзитными вот этими шариками, камушками. Но, блин, почему это не сделать сразу? В общем, клипса у нас явно такая из-под небесной. Ну, спасибо, что посадка ножа глубокая, хотя когда клипса так блестит, ну, толку от того, что она глубокая посадка. Переворачиваю нож, видим, что клипса у нас однопозиционная, тип-ап кончиком кверху. Как бы вот. Дальше начинается красота. То есть клипсу я поругал, плюс для ножа за 130 евро вполне возможно кого-то удивит выбор стали. Почему? Потому что здесь стоит Sandvik 14C28N и не спешите, ребята, толкать воздух. Потому что в ближайшее время на моих обзорах вы увидите, какое большое количество производителей переходит и перешло уже на Sandvik. То есть мы видим постоянные какие-то тектонические сдвиги в ножевой индустрии. Мы видим, как М390, она не уходит. Но она, ее становится меньше. Ее заменяют другими сталями. Я вам объяснял почему. Очень большие проблемы с логистикой. То есть я уверен, что компания Бюллер М390 так тоннами-то и отгружает. Просто фишка в том, что не всем достается. И для некоторых очередь больше полугода. Именно очередь в ожидании стали. Никакой производитель на это не согласится. Поэтому ищут какие-то варианты. 35-ку потихоньку вытолкнет 45-ка. Потому что она, в принципе, по свойствам повеселее. Даже дело не в этом. Она моднее. И чем моднее сталь, тем вот. И тот самый Sandvik, к которому мы привыкли еще со скандинавских бюджеток, он вдруг хоп! И практически единовременно появился у очень многих производителей именно в новинках. И вот у меня вам домашнее задание. Давайте все вместе подумаем. То есть вы подумайте, у меня просто на это времени нет. Какую сталь сейчас заменяет Sandvik 14C28N, который, в принципе, был востребован сталью. Его очень много и часто используют именно в Скандинавии. Но, блин, как-то сейчас я стал посмотреть. Вот пойдут обзоры каких-то новинок, славные, которые приходят. И Sandvik просто стал через раз, через каждый нож, на второй он начал появляться. У меня просто возник интерес. Какую сталь сейчас стали ставить N690? Ну фиг знает. Если мы понимаем, опять же, мы взрослые люди, что как бы бюллерская N690 из Поднебесной, она, скорее всего, там вот она, ну, там она и варится. Там аналоги, не аналоги, или прямое какое-то копирование. В общем, в общем, все непонятно. Сам по себе нож просто охренительный. Я думаю, что те, кто меня смотрят постоянно, понимают, откуда такая любовь. А вот она, откуда такая любовь. Вот она. Как же ей не быть? Вот они именно такие мои любимые тупоносики, красивые. И здесь, как вы видите, очень много общего. Единственное, за той разницей, что на самом деле, Ontario сделали более удачные, на мой взгляд, спуски. Почему? Потому что Prometheus сделал спуски при толщине, если мне не изменяет память, то ли 4, то ли 4,5 мм. Они сделали спуски на 2,3 ширины клинка. Нет, я думаю, что все-таки не больше 4 здесь. На 2,3 ширины клинка обожаю эти ножи. Это прям мой фетиш. А CF-100, Carbon Fiber 100. Особо не стали загоняться на название. Еще и налепили его вот таким незамысловатым образом на клинок. Здесь зато спуски от обуха. Соответственно, нож более резучий. Длина ножа 186,5 мм. Длина клинка 79,5 мм. Шлина клинка 23 мм. Толщина по обуху 3,5 мм. Финиш клинка Satin. Вес 112 грамм. Сталька Sandvik 14C28N. Рукоять. Внимание, еще один прикол. Нержавеющая сталь Carbon. Здесь явно желание сыграть на бренде, на имени. Вот, вы знаете, меня очень многие обвиняют, что я там типа заангажирован, что я как бы там рекламой занимаюсь, ножи не ругаю и прочее, прочее. Но вот я то, что вижу, я еще раз повторюсь. Какие-то мега уродские ножи типа, типа там Ронина Бирюковского, я именно рассматриваю как паноптикум. Я его именно и рассматриваю как урода конченого. Просто вот. Причем люди, которые читают высказывания Бирюкова в мой адрес, они наверняка поняли весь круглый смысл моей сейчас фразы. То есть, безумство в стиле колодач и прочее, прочее. Но в целом, в целом, очень редко попадаются ножи, которые я критикую, просто потому что, ну, как бы я говорю, не присылайте, ни одного слова хорошего не скажу про ваш нож. Этот нож мне понравился вот этой стороной. Здесь у нас карбончик и прочее, прочее. Но как же они нержавейку сделали под титан? Такое ощущение, что прям титан, титан. Но заявлена не ржавейка, а заявлена именно в ТТХ производителем. И вот получается, что у нас ценник как бы не совсем на титан и карбон, даже в китайском исполнении. Потому что, ну, плюс-минус титан с карбоном в китайском исполнении мы видим подороже. С другой стороны, блестящая клипса. С третьей стороны, они взяли, поставили на рукоять не титан, а именно не ржавейку, а хотят 130 евро. Фреймлок, он опять же считается, как бы считается сложнее и дороже, чем тот же самый лайнер. В общем, с этим ножом вот реально все не так однозначно. Одно я могу сказать, он красив. У него явно такие благородные именно корни. Если ребята из Онтарио просто откуда-то его фрагментарно перли с других ножей, то у них это получилось, потому что действительно это такой вот очень красивая классика, лепесткообразный клинок. Действительно получилось классно. За качество там с Эндвика и прочее, но без пореза я ничего не могу сказать. Хочу сказать, что здесь механика у ножа очень-очень приятная. Но действительно он такой прям мягкий, плавный смув флиппинг, я бы так сказал. Малоточный хват имеет место быть взяли в руки, построгали. Диагональ у нас с упором в ладонь, поэтому безопасна. Конечно же, как обычно на таких ножах с узкой и тонкой рукоятью, ну, в меру узкой, в меру тонкой, назовем так, отверточный хват лично для меня гораздо более комфортен, чем диагональный. Вот здесь просто все вот прям по уму. Каждый палец давит в своем направлении и получается действительно качественно. Что-либо нарезать этим ножом, это будет одно удовольствие, это я вижу будущее, потому что здесь все красиво, здесь работают спуски, здесь красиво работает кромочка, здесь все будет по красоте. Что проткнуть, что порезать, все будет замечательно. То есть вопросы здесь по, даже не по качеству исполнения, качестве исполнения здесь хорошие, добротные именно Китай. Здесь вопросы по надписям на клинке, и больше всего вопросов именно по материалам. Ну, и не будем забывать про вот эту роскошь. То есть, блин, ну, если вы делаете рукоять сталь под титан, ну, сделайте клипсу тоже под титан, тогда можете запросто пройти не 130, а 170 евро. Не совсем, но аккуратно, конечно, можно в плавник поставить указательный палец. Здесь у нас, опять же, есть насечка для того, чтобы что-то там подкрутить, подрезать, но гораздо проще. Вот, рукоять небольшая, поэтому три пальца взяли, раз, и скальпелечком провели по какому-либо разрезаемому, там, по той же самой упаковочке. Почему бы и нет? В любом случае, учитывая то, что Ontario, повторюсь, это как бы вот у нас такой прям, ну, состоявшийся бренд, который стоит на определенных моделях. Я вижу в этом ноже, именно произведенном в Китае, окей, но я вижу какой-то рывок, какое-то желание развиваться, какое-то желание делать что-то новое. Как говорится, ветер им в паруса. Я очень надеюсь, что пойдут какие-то новинки от этого бренда. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...